Всем привет! Я рада приветствовать вас на 9 выпуске проекта Ваши лица. Сразу объясню его суть для тех, кто не знает и не следит за этим проектом. Он заключается в том, что вы присылаете мне свои фотографии, я их комментирую с точки зрения визажиста и с помощью программы для ретуши фотографии выполняю макияж. Макияж выполняется сугубо схематически, поэтому прошу заранее не обращать внимания на какие-то мелкие огрешности или на цвета, которые я использую, потому что выбор цветов тут у меня лимитирован. Сегодня у меня в гостях, скажем так, будет девушка Юлия. Самое главное, что она попросила, это просто прокомментировать ее внешность, рассказать о форме лица, какой макияж ей лучше подойдет, какие оттенки ей лучше выбирать для макияжа. Сегодня именно на этом, в принципе, мы и заострим наше внимание. Давайте начнем с формы лица. Я бы сказала, что у Юли практически идеальный овал. Поэтому, что касается коррекции конкретно лица, то здесь я не вижу в этом сильно большой нужды. Единственное, лоб довольно высокий, а расстояние между нижней губой и подбородком чуть меньше. Поэтому, если мы будем выполнять коррекцию, то это максимум на вот эту вот зону, то есть буквально здесь вот слегка мы пройдемся. Оставляем мы здесь вот это расстояние, которое приблизительно где-то равняется вот этому расстоянию. Таким образом, лицо начинает выглядеть более сбалансированно. Сейчас я чуть меньше сделаю буквально интенсивность. Вот приблизительно как-то так. И вот эту границу, она у меня здесь, конечно, жесткая, но мы будем ее растушевывать. Если это косметикой реальной мы будем делать макияж, то эту зону мы, конечно же, растушуем, чтобы она не была такой жесткой. Ну, как я могла здесь так сделала. Но, по большому счету, это все. Это максимум, что мы можем здесь сделать корректором. Все остальное, оно просто не имеет смысла. Нос корректировать я не вижу смысла, потому что нос очень красивый, тонкий, никаких к нему претензий. И скулы выделять тоже, в принципе, так, чтобы сильно я бы не советовала. Можно слегка здесь пройтись бронзером. И по периметру лица тоже пройтись бронзером, даже не корректором. И мне кажется, этого было бы вполне достаточно. Юля также написала, что у нее проблемная кожа. Но, к сожалению, здесь это вопрос к косметологу. Что касается визажиста, то я здесь могу только порекомендовать это все перекрывать тональными средствами, консилерами. К сожалению, Юля не уточнила, какой у нее тип кожи. Скорее всего, я так думаю, комбинированный и склонный к жирности. Я оставлю ссылку под видео с моим списком рекомендаций по косметике. Там в том числе есть и тональные основы. И если вы затрудняетесь в выборе, можете этот список посмотреть. И там по типам кожи тоже все разделено. Поэтому можете выбрать себе, которая подойдет вам по бюджету, которая понравится вам по описанию. В общем-то, это как такое направление для вас. Что же касается этой программы, то реальные тональные основы, естественно, я здесь не нанесу. Я здесь прошлась просто такой вот штукой, которая как бы имитирует тональную основу. И лицо просто выровнялось по цвету. Я здесь вижу еще тоже, что у Юли расширенные поры на ежедневной основе. Я не рекомендую пользоваться какими-то средствами для того, чтобы их перекрывать. Достаточно просто найти тональную основу, которая будет красиво лежать поверх этих пор, то есть не будет туда заваливаться. Что же касается какого-то макияжа на выход, то здесь можно пользоваться уже какими-то праймерами, которые будут сглаживать вот эту текстуру и наносить на вот эту вот зону этот праймер, на нос и вот тоже вот на вот эту вот зону на щеки. И тогда поверх тональной основы будет ложиться более красиво, и однородная текстура кожи будет, и не будет тональной основы в эти поры проваливаться. Поэтому опять-таки обращаю ваше внимание на ссылку под видео, там в рекомендациях есть и праймеры тоже, которые работают именно конкретно на устранение текстурных проблем. Под глаза я бы тоже советовала бы наносить какой-то светло-розовый или персиковый консилер, потому что есть небольшая синева, и вот когда я прохожусь вот таким вот цветом, это очень хорошо корректирует этот синий оттенок. В основном вся синева скрывается вот этой зоне и вот здесь вот. Вот если вот эту зону скорректировать, вот это вот все уже само по себе уйдет, то есть практически не нужно будет туда даже средства наносить. Теперь переходим к бровям. Юля написала, что ей в салоне испортили форму бровей, и у нее не хватает терпения для того, чтобы самой корректировать эту форму, то есть отрастить брови и исправить ее. Я бы не сказала, что прям совсем-совсем ужасно сделали. Я не знаю, что было до этого, правда, то есть мне не с чем сравнивать, но я бы не сказала, что прям совсем ужасно. И здесь конкретно можно даже ничего и не стараться отрастить, просто правильно заполнить брови. Если мы говорим о вечернем макияже, здесь заполнение брови будет более насыщенным. У Юли, судя по всему, теплый оттенок волос, поэтому я выбрала такое, что-то более-менее теплого оттенка для бровей. И как я заполняю? Я заполняю здесь слегка. Что касается конкретно выбора продуктов для бровей, то здесь бы я порекомендовала, наверное, карандаш для бровей какой-нибудь тоненький, который бы имитировал вот эти штрихи, которые я сейчас делаю. Что здесь мне не хватает в этих бровях? Мне не хватает ярко выраженной какой-то арки, либо острой, либо такой более сглаженной. Черты лица у Юли, я бы не сказала, что сильно сглаженные, поэтому чуть-чуть более такая острая форма. Мне кажется, Юли бы в бровях как раз-таки подошла. Вот я ее приблизительно и сымитировала сейчас. Ну, хвостика тоже мне чуть-чуть буквально не хватает. То есть я его вот дорисовываю. И вот здесь вот в этой зоне арки мне чуть-чуть брови не хватает. Вот видите, я чуть-чуть подрисовала. Это на самом деле очень легко исправляется какими-то косметическими средствами. То есть не настолько все плохо, не так страшен черт, как его молюют, грубо говоря. То есть если сравнить вот эту бровь и вот эту, вот эта уже обрела такую как бы законченную форму. Здесь слегка смещена арка. То есть если по классике арка должна как бы быть вот в зоне радужки, то есть там, где заканчивается радужка, поднимаемся, и здесь должна быть самая высокая точка брови. Здесь же она слегка смещена сюда, но в то же время, если мы ее искусственно сместим вот сюда и нарисуем, например, здесь бровь, то это будет выглядеть еще хуже, потому что это будет выглядеть менее естественно, чем есть сейчас. Но, тем не менее, косметическими средствами мы можем это делать. То есть вот, например, я сместила арку и в то же время вот поднимаемся от радужки кверху. Вот приблизительно где-то я ее вот как раз правильно сейчас сместила. Может даже слегка, чуть-чуть сюда уйдем. Вот теперь практически идеально получается у нас. И баланс сразу на лице как будто выравнивается. То есть вот такое вот я бы посоветовала с бровями делать на повседневной основе. Это не будет занимать слишком много времени, буквально там, я не знаю, минуту на каждую бровь, и все будет отлично. Сейчас я вторую тоже повторю по тому же принципу и покажу вам, что получается. Ну вот, по большому счету я бы сказала, что вот это уже такие очень даже приличные брови. Сейчас если я уберу все, что было сделано, то вы видите, да, что я нарисовала сверху брови здесь вот чуть-чуть. Основная работа здесь вот с аркой. Вот арку очень плохую сделали в салоне. То есть брови сделали практически прямыми, хотя наверняка можно было бы сделать и получше. Но дорисовать несложно на самом деле, поэтому Юля, не ленись. Делай вот так вот. И если ты особенно делаешь какой-то вечерний насыщенный макияж, то вот не бойся карандашом поэкспериментировать и сделать себе вот здесь арку добавить, вывести более четкую бровь. И с макияжем глаз это будет выглядеть очень красиво. Сейчас вот когда лицо полностью голое, может быть брови кажутся выразительными. Но это сейчас модно, поэтому не боимся даже делать без макияжа интенсивного глаз. Но что касается конкретно макияжа глаз, давайте я вам тоже сейчас расскажу. Здесь можно делать стрелки. Ничего этому не препятствует, потому что вот эта линия залома, вот линия залома верхнего и нижнего века, она проходит достаточно высоко. Чем она ниже, эта линия залома, тем сложнее делать стрелки. Поэтому если мы делаем стрелку, ой, я сейчас выбрала какой-то светлый оттенок, нам ничего не мешает делать стрелки, пожалуйста, любой формы, какая хочется. Там какие-то более длинные, более короткие, то есть ничего этому не препятствует. Но стрелки мы делать не будем. Юля просила ей подсказать, какие ей оттенки лучше использовать для макияжа и что ей вообще пойдет. Вот я смотрю, у нее глаза либо темно-зеленые, либо кари-зеленые, вот что-то такое, потому что фотография, судя по всему, сделана в темноте со вспышкой, поэтому немножко искажается цвет глаз, но тем не менее зеленца, вот это все равно, я ее здесь вижу. Для зеленых глаз самая идеальная растяжка теней это фиолетовые тени. Они лучше всего подчеркивают глаза. Вот если сейчас у меня здесь есть баклажанный такой оттенок, вот если я его сейчас нанесу, ну естественно не так мы будем делать макияж, но тем не менее, да, вот смотрите, насколько контрастно выглядит это по сравнению с любым другим. Вот, например, я даже вот этот оставлю так, да, и возьму какой-нибудь, вот, например, синие тени, это вообще очень плохой вариант для голубых глаз. Вот я сейчас возьму синий, ну вот просто, чтобы вы посмотрели, как это выглядит на фоне глаз. И синий это самый плохой вариант, наверное, который можно выбрать. Вот такие вот баклажанные, фиолетовые, розовые цвета, но опять-таки с ними надо стараться делать макияж так, чтобы глаза не выглядели болезненными. Сейчас я попробую показать, что бы я рекомендовала именно в плане такого вот классического макияжа на выход, можно так сказать. Начинаю с коричневого, такого более классического оттенка теней и делаю абсолютно простую, такую классическую форму в макияже. Обязательно нужно соединять верхнее и нижнее веко. Этим оттенком мы можем даже слегка и выше зайти, потому что тут будет у нас как бы зона тушевки. Теперь берем какой-то более темный цвет и проходимся им, выделяем глаза еще больше. Ну вот, приблизительно, да, задаем вот такую вот форму в макияже. Теперь смотрите, какую фишку я бы здесь порекомендовала. Берем вот этот вот баклажанный цвет. Вот буквально совсем чуть-чуть добавляем, да, такого холодного оттенка баклажанного поверх вот этой тушевки, которая у нас была. Сразу глаза как будто, ну, на мой взгляд, преображаются в плане того, как они выделяются. И мне очень нравится. То есть на самом деле, как это делается реальными кистями и реальной косметикой. То есть делается форма классическая в каком-то нейтральном коричневом оттенке. Потом берется какая-то детальная растушевочная кисть и вот поверх тушевки буквально совсем еле-еле оттенком проходимся каким-то холодным красным или каким-то фиолетовым или, ну, вот какой-то вот такой вот баклажанный, да, цвет. И совсем слегка проходимся по границе. Можно по границе между цветами на подвижном веке пройтись. Тоже будет очень красиво. Можно поэкспериментировать, потому что вот такие вот цвета очень круто выделяют вот такой вот цвет глаз, как у Юли. Что касается того, что мы наносим на подвижное веко, то здесь, ну, как бы особо не важно, да, что мы будем наносить. Можно пройтись каким-то... Ну, вот такой вот розовый, он немножко здесь плохо смотрится, потому что делает этот макияж немножко таким, как глаза немножко с ним выглядят, как будто очень полезен. Ну, вот такой вот, например, можно запросто сделать. То есть здесь это светло-светло, как лиловый, да, такой вот. Ну, он еще более-менее смотрится. Не то, чтобы это прям идеальный выбор, да, но в то же время он так хотя бы более-менее прилично смотрится с тем, что я уже сделала. На нижнее веко я добавила еще немножко коричневого. На нижнем веке, кстати, вот лучше не играться вот с этими цветами, такими баклажанными, красными, розовыми, потому что нижнее веко, здесь мы видим слизистую. И если возле слизистой нанести какой-то очень ярко выраженный красный розовый цвет, то сразу глаз будет выглядеть воспаленным. Поэтому если мы делаем какой-то фэшн-образ, там все равно абсолютно, потому что главное, чтобы это там на снимках, например, красиво выглядело. А что касается повседневной реальной жизни, то на нижнее веко я бы не советовала наносить какой-то холодный красный какие-то или розовый оттенки, потому что это все-таки немножко опасно, особенно если в неумелых руках, то это будет выглядеть не очень хорошо. Ну, вот приблизительно то, что я имела в виду, вот такого вот плана макияж я бы делала, и такого плана макияж, как вечерний, отлично будет для такого типа внешности. Что касается щек, то, как я уже и сказала, здесь бы я максимум какой-то, может, бронзер нанесла вот приблизительно на вот эту вот зону. Здесь, конечно, получилось так очень размашисто. Ну, вот, да, приблизительно на вот эту вот зону. Румяна я здесь не советую, особенно какие-то шиммерные румяна, потому что они очень сильно будут подчеркивать текстуру кожи. Буквально вот этого, я думаю, было бы достаточно в плане бронзера. И теперь переходим к губам. Это последнее, что нам осталось. Что касается губ, то здесь я предлагаю только красиво сделать контур губ и заполнить каким-то цветом. Что касается оттенка, то здесь можно пойти двумя путями. Так как мы использовали холодные преимущественно оттенки в макияже глаз, мы можем также использовать холодный оттенок и на губах, и тогда у нас получится макияж в родственных оттенках. Что касается холодных каких-то оттенков, ну, допустим, вот это очень холодный, вот это, естественно, тоже очень холодный, какой-нибудь такой барбишный, тоже холодный, но это все нам сюда не идет абсолютно. Можно также сделать губы в теплых оттенках, тогда получится макияж более контрастный. Так как мы отталкиваемся от контраста на глазах, то есть зеленый и вот такой вот баклажанный, это контрастные между собой оттенки, можно также и на губах что-нибудь потеплее сделать. Я здесь предлагаю сделать какой-то более теплый нюд, ну, может быть, вот такого вот плана, да, то есть мы не делаем здесь ничего сверхъестественного. Сюда на самом деле можно и просто блеском обойтись каким-то для губ. Ну, можно использовать и какую-то помаду. Ну, вот на таком приблизительно оттенке я остановлюсь, думаю, и этого будет достаточно. Можно также еще слегка выделить губы, то есть лук купидона, и делается это вот так вот. Вот, на вот эту вот зону наносим хайлайтер, и губы у нас получаются от этого более пухлыми. И сейчас я уменьшу интенсивность. Вот, буквально совсем слегка мы сюда нанесли, и сразу губы кажутся более пухлыми, более полными. Ну вот, по большому счету и все. Все, макияж я закончила. Давайте сейчас опять оценим результат до и после. Мне кажется, что такие оттенки в макияже глаз очень сильно глаза подчеркивают, то есть отлично сюда идут. Что касается губ, здесь можно разные варианты перебирать, то есть в зависимости от того, что субъективно нравится человеку. То есть нельзя сказать, что это объективно лучше, потому что все, что касается макияжа, это все равно субъективно. Кому-то нравится, кому-то не нравится, поэтому то, что субъективно нравится конкретно тебе, то я бы и советовала выбирать. С бровями опять-таки хочу, чтобы вы запомнили такую небольшую штуку, что что касается формы бровей, то с помощью косметики мы можем менять слегка форму брови, поэтому если мы посмотрим на вариант до, брови практически прямые. здесь же я их сделала более такими с аркой, они все равно остаются практически прямимы, но вот этот вот изгиб все равно присутствует, и мне кажется, что он лицо делает намного более гармоничным. В принципе, вот это все, что касается этого выпуска. Надеюсь, он вам понравился. Если так и было, обязательно поставьте палец вверх. Если вы хотите тоже поучаствовать в этом проекте, в описании под видео будут условия, как присылать свои фотографии. А на этом я с вами прощаюсь, и до встречи в новых видео. Пока!